Девушки отдыхают Это она! Она! Детский фильм «Приключения Буратино», вышедший на экраны в 1975 году, стал для нас доброй сказкой, которую можно пересматривать много раз. Режиссеру Леониду Нечаеву удалось найти для этого фильма по-настоящему талантливых детей, которые смотрятся гармонично рядом с такими актёрами, как Владимир Этуш, Рина Зелёная, Ролан Быков и Владимир Басов. Роль влюблённого в Мальвину поэта Пьеро сыграл Роман Столкартс, и о нём и его судьбе мы хотим рассказать в этом видео. Роман Столкартс родился в Минске в 1965 году в еврейской семье, где родители были врачами. В кино он попал благодаря маме, которая, увидев объявление в газете, отвела сына на кинопробы, которые проходили на киностудии «Беларусь. Фильм». Роман вспоминал, что на пробах была огромная очередь из мальчишек и девчонок, которые хотели попасть на съёмки. И тот факт, что режиссёр выбрал именно его на роль Пьеро, роман называет настоящим чудом. Режиссёр попросил прочитать роман на любое стихотворение. На улице стояла зима, и мальчик прочитал стихотворение Пушкина «Зимняя дорога». Это был 1974 год, а 1 января 1975 года фильм «Приключения Буратино» вышел на экраны. Несмотря на огромную славу, которая пришла к ребятам после этого фильма, Роман не стал сниматься дальше в кино, хотя для этого были все возможности. Он пошёл по стопам родителей и после школы поступил в Минский медицинский институт. Будучи студентом, Роман активно занимался художественной самодеятельностью. И неудивительно, что на факультете все его называли Пьеро. Роман Столкарц всегда считал, что съёмки в фильме «Приключения Буратино» стали для него мистическим событием в жизни. Так же, как и Пьеро, судьба отвешивала ему пощёчины и помотала во все стороны. Первым ударом стал диагноз – опухоль головного мозга. К счастью, была проведена успешная операция. В 90-е годы Роман вместе со всей семьёй эмигрировал в Израиль, в город Тель-Авив. Там он работает врачом-педиатром в частной клинике. Самыми счастливыми событиями в жизни он называет рождение своих четырёх детей. Но и работа на съёмочной площадке в далёком детстве – для него одно из самых счастливых воспоминаний. С Дмитрием Иосифовым и Татьяной Проценко, которые сыграли Буратино и Мальвину, Роман всегда поддерживал связь через переписку и звонки. Но встреча Мальвины и Пьеро произошла спустя долгих 34 года в студии телеканала НТВ. Сейчас Роману Столкарцу 55 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры подогнал «Симон»!